Вот на такой размер этого водоема, там до 10 кубов, здесь может быть 5 кои или, например, 7 шубункинов. Или до 30 карасей, но не больше. Если водоем оформлен по природному типу, и вы запустили туда рыбу, комаров у вас не будет. В магазинах сейчас специального назначения для водоемов могут предложить вам всевозможные пылесосы, скиннеры, очень много разных приспособлений для ухода за водоемом. По большей части эти вещи не нужны. Отделенная часть просто удаляется, вы можете это выбросить на компостную кучу, а можно использовать по назначению. Декорировать прибрежную зону можно ползучими растениями, вот такими, как вербейник манитчатый. Для декорирования пейзажных водоемов очень удобно и красиво использовать мелкие сыпучие материалы камня. В данном случае здесь использована каспийская галька, но можно использовать и гравий. В средней полосе по берегам ручьев, лесных ручьев, прудов, озер и так далее часто встречаются какие-то валуны, щебень, гравий. Гальки нет. Галька – это в основном окатанные морские материалы. А вот в средней полосе по несоленым, по пресным водоемам встречается в основном гравий. Поэтому декорировать берега, береговую линию садового водоема естественнее даже в наших условиях было бы гравием. Он очень интересный, такой бура красноватого цвета, разной фракцией может быть, от половины сантиметров в диаметре до пяти сантиметров, пяти-шести. Им очень удобно пользоваться для того, чтобы как раз отсыпать береговую линию, когда у вас уровень грунта плавно уходит на мелководье. Обратите внимание, вот здесь как раз специально я оголила два фрагмента гидроизолирующего материала, в частности здесь бутылка учуковой резины. И вот при таком плавном переходе к глубокой части удобно рассыпать вот такие сыпучие материалы, гравий, гальку, которые будут и декорировать, красиво оформлена ваша береговая линия, и в то же время удобно пользоваться. Вы можете и плавно здесь ходить за пределами водоема, и не видно вот этих вот отсыпанных мелководных участков. Почему это, я считаю, целесообразнее? Потому что нередко приходится видеть частные пруды, у которых резко уходят в глубину берега, и хозяину ничего не остается, кроме как на берегу выложить какие-то крупные валуны, получаются как бусы, да? Никогда это не будет выглядеть естественно. Нужно умело сочетать мелкие фракции, как акцент разложить какие-то более крупные фрагменты. И вот эта как раз сыпучая фракция, гравий или галька нам позволяют естественным образом задекорировать береговую линию. Элементарно просто прикрывается вот этими сыпучими материалами, поэтому в хозяйстве, когда вы создали такой водоем, у вас один-два мешка вот такого материала в запасе должно быть. Для того, чтобы вы могли после зимы, да, или кто-то неудачно из ваших гостей, может быть, наступил, слон прошел, вот, и как бы оголился какой-то фрагмент этой пленки, вы можете вот таким образом просто взять дополнительно там ведро этой щебня, гравий или гальки, и подсыпать в нужное вам место. Причем, что еще можно сделать? Когда вы изменяете конфигурацию или размер вашего водоема, воду можно по весне, лучше всего это делать, немножко спустить сантиметров на 30, да, то есть у вас немножко оголится как раз вот мелководная зона, убрать гравий, раскопать пленку, поднять какой-то фрагмент, да, его можно приподнять, к нему можно приклеить какой-то дополнительный кусок и завести сюда еще ручей или еще что-то, да, то есть как-то видоизменить ваш водоем, который, может быть, по тем или иным причинам вам надоел. Его можно просто изменить, пользуясь вот этими гибкими материалами. Гравий или галька, любые сыпучие материалы, то есть мелкие фракции камня натурального, очень эффективно использовать сегодня в саду при оформлении не только водоемов, но и при, безусловно, в каменистых садах, так называемых ракариях, да, но сегодня актуальна и очень перспективна тема, которая многим уже знакома, но в наших садах еще встречаются очень редко так называемые гравийные сады. Кто-то встречал в литературе, но в основном эта тема еще мало у нас популярна, хотя и очень перспективна, так называемые гравийные сады. Эту идею придумала английская дама, мастер сада, Бет Шато, Беатрис Шато, и попробовала у себя создать такой сад, он еще иногда называется сухой сад, гравийный сад, когда в саду высаживаются композиции из растений, степи, прерий, неприхотливых растений. Это не альпийские растения, над которыми надо дышать, устанавливать там укрытие от дождя и так далее, а именно растения, которые бурно развиваются, которым не нужна гумусная почва, которые растут на каких-то степных, подзолистых, песчаных почвах, каменистых, но растут при этом бурно, дают хороший декоративный эффект, практически не требуя нашего вмешательства. Вот как раз основным компонентом такого сада является гравий, или можно использовать гальку, какие-то сыпучие материалы, которые просто насыпаются поверх грунта между группами этих растений. Гравийный сад. Он тема необыкновенно перспективна, потому что, в общем-то, она происходит из такого интересного направления в ландшафтном дизайне, как природные сады, натургартен. Эта тема разрабатывалась в течение всего 20 века. В Европе, в Германии она зародилась, зародился этот вопрос. И многих интересовал, потому что здесь вы отказываетесь полностью от использования удобрений, особенно минеральных, да, кто боится вот использования химии в саду. То есть эти растения не нуждаются в дополнительных подкормках. Больше того, они не нуждаются в поливах. Вот как, кто пережил это лето ужасное, да, вы знаете, что это такое было носиться, и постоянно поливать наши розы, пионы, клематисы и так далее. Вот гравийный сад подразумевает красоту, максимальную декоративность при отсутствии диких проблем с уходом, да, какого-то напряжения в уходе. То есть вы один раз посадили специально подобранные растения живописными группами, рассыпали гравий по поверхности, и ваша задача просто наблюдать за этой красотой, периодически вмешиваясь, что-то подсадить, что-то пересадить, что-то, безусловно, собрать какой-то опавший лист с этого гравия, да. Вот, то есть минимум проблем по уходу и максимум декоративности. Вот, собственно говоря, что я хотела вам рассказать за эти несколько минут, для того, чтобы заинтересовать вас новыми темами, новыми идеями, подтолкнуть вас к получению знаний по каким-то темам, которые вам еще не знакомы. Как раз предстоящий сезон «Осень, зима, весна» позволяют нам узнать что-то новое в садоводстве, да, чего мы еще не знаем, и позволят вам весной следующего года с новыми силами, с новыми идеями приступить к новому сезону. Удачи!